Виктор Владимирович, Вы из дипломатической семьи, поэтому у меня первый вопрос такой. Интересно узнать, как Вы оцениваете именно дипломатический скандал и все, что происходит вокруг дела Скрипаля? Я считаю, что англичане неожиданно пошли по довольно мягкому пути, потому что высылка дипломатов, которые, в общем, всегда сопровождаются, конечно, обидами и ответными мерами, но никогда не рассматривалось как нечто такое, что разрывает все отношения. Поэтому англичане обещали, обещали что-то сделать резко, сделали, в общем, в рамках дипломатических отношений. Ну, да, в общем, это уже не первый раз, одна же они прям 150 человек выгнали где-то в 70-е годы, так что в начале 70-х годов, так что, в общем, не знаю. Ну, Великобритания достаточно быстро и тактично стала такую антироссийскую коалицию с партнеров по ЕС. Латвия уже говорит, что мы тоже вышли в российских дипломатов. Литва, Эстония, Польша обещают. Евросоюз, да, посол Евросоюза в России. Не секрет, что просто в каждой дипломисии есть люди, которые как бы крышуются дипломатически неприскосновенностью, паспортом, и занимаются сбором материалов уже не только с чисто дипломатических каналах. Вот, поэтому эти люди быстро попадают в поле зрения. Я помню, что когда мальчику было, говорите, дипломатически в 50-е годы, мы, значит, во второй половине жили во Франции, и в 1 мая, значит, вся советская колония праздновала 1 мая. И туда все съезжались, и все КГБшники сидели одним большим кругом. Не надо было быть вообще большим мудрецом, можно было сразу понять. И я думаю, что французы, наверное, через какой-нибудь бинокль могли их всех вычесть. То есть это все, с одной стороны, и даже на показ делается, это как-то более, что сберегает какие-то жизни, правда? Потому что так можно случайно грохнуть, а так скажут, нет, все-таки вот это так. В общем, а с другой стороны, в общем, это тоже наше наплевательство, что нам все позволено, а с третьего такое бездарность. В общем, все вот это вот. Кстати, наши слушатели интересуются, почему в Лондоне, именно в Лондоне, так часто погибают, умирают бывшие разведчики, опальные олигархи, какие-то случайно непонятные смерти? Лондон — это хорошая такая мишень для разных неприятных проб, потому что Лондон в сознании российского, значит, официального мира, он привезен к Америке, на Америку так нельзя уж слишком нападать, а в Европе это бы вызвало то, чего вызывать не должно пока что. То есть Европа должна в какой-то степени быть нашим, если не союзником, то четверть союзником. А Лондон — это не Европа какая-то? А Лондон — это все-таки такая привязка к Америке, и вот тут можно показать зубы. Это учение? Я думаю, вы правы, да, это учение. — А как вы думаете, Великобритания требует таких мер и заявляет, что Россия причастна к отравлению Скрипаля, она имеет какие-то доказательства, или тут играет наша репутация России как страны, которая все время врет? — Ну, не страна, которая врет. Я бы все-таки отделил страну от государства. Но государство забралось, конечно. Но все началось с Крыма, потому что, помните, сказали, что нет никого, потом оказалось, что есть. — Потом допинг. — Да. В новой газете появилась статья, где говорят об этом отравляющем веществе новичок, что он разрабатывался, нашли доказательства, а их отрицали, да. Ну, в общем, надо сказать, очень тяжело и противно жить в государстве, которое врет постоянно. И надо сказать, что просто это даже редкий случай в истории России, что оно так постоянно врет, потому что в Советском Союзе оно пролочит с какой-то, так сказать, общечеловеческой целью «давайте все будем жить в раю земном». Здесь никто не предлагает рай, но вранье идет чудовищное. И мне как-то стыдно за тех людей, которых я из них знаю и знал, которые врут, врут и врут. — То есть у Великобритании все-таки есть доказательства? Или вранья достаточно? — Я не знаю. Тут дело в том, что они, конечно, тоже как-то немножко замутили это дело, в смысле прикрыли. И это правильно, они ведут какое-то расследование. В тот раз Литвиненко они все выложили и где-то промахнулись. А сейчас как-то и делают это втихаря, поэтому понять трудно. Но я думаю, что у них будут какие-то доказательства, ну, примерно как с выборами в Штатах, да? То есть они их не раскроют, но с союзниками поделятся. — А на ваш взгляд, Россия скорее причастна или скорее тут какие-то другие? — Ну, знаете, по почерку скорее причастна. Но, а, собственно, кто еще мог, зачем, кому еще это нужно было? — Ну, разные есть версии, я не знаю. Те же британцы отравили, скрипали. А перед выборами... — Ну, это вот как вот себя... Дело в том, что выборами занимались здесь, в России, там как-то эти выборы не особенно... — У них интересовали. — Ну, конечно, это как только ты отъезжаешь куда-то, то Россия сразу куда-то очень глубоко проваливается, как государство. И в этом смысле выборы, ну, зачем вдруг британцам устраивать, да? Это смешно во всем. — По поводу ответных мер. Вот с российской стороны ответные меры. Ну, понятно, мы выслали те же самые 23 дипломата, а британский совет тут, собственно, причем. Это культурный обмен, культурная программа. Почему он попал тут под раздачу? — Ну, дело в том, что просто все культурные организации Запада, и это уж не первый раз, когда британский совет запрещает у нас, в 1947 году запрещает, два года просто существовало. Просто они все подозреваются в шпионаже, и все это вечная такая обсессия, болезнь. И тут неприятные такие моменты, потому что все это подается на хорошем уровне, учат английский язык, обмен, и люди втягиваются в это, и они перестают верить и пропаганде, которая, естественно, даже врет, и врет, и врет. Поэтому как же, надо это все руки отрубать. — А как вообще настроение в Европе? Вы недавно вернулись из Франции. — Сегодня утром. — Вот, тем более. Про дело Скрипаля, про выборы, про Россию. Что-то изменилось? — Там абсолютно парадоксальная ситуация, потому что чем дальше Россия уплывает из Европы, тем больше возникает ностальгия по России. Вообще Россия всегда была довольно в культурном отношении близка. И Германия, и Франция. Вот я был сейчас в Германии на ярмарке, в Лейпциге, в Лейпциге. Это такая литературная, значит, ярмарка, которая, книжная ярмарка, которая происходит в марте каждого года. Ну, вот салон книжный в Париже тоже был сейчас, только что закончился. И вы знаете, такое ощущение, что вот просто, ну, как будто это запретный плод, и очень хочется. Я имею в виду вот именно страну, да. И вообще, как будто интерес, объяснение в любви, чувство какой-то потери, чувствуется просто везде. Чувство потери чувствуется везде. А что касается политики, то тут общество очень сильно, я имею в виду, элитные общества очень расслабиваются. Потому что есть люди, которые говорят, что надо продолжать поддерживать отношения на хорошем уровне, что у русских есть своя ментальность, что, в общем, это кривая, это, может быть, малоприятная, но все равно это дорога, которая приведет Россию в будущее, такое говорят. А с другой стороны, есть люди, которые говорят, что это уже невозможно терпеть. Это говорят о выборах, которые прошли. Вообще, о том режиме, который... Вообще о том, как мы живем. Да, да. А как-то можно объединить по каким-то признакам тех или других? Невозможно. Или совершенно разные люди, совершенно разных сфер. Невозможно. Вот, действительно, я ночью довольно долго разговаривал с таксистом, простой, старый, французский таксист. Он сказал, я, слава богу, далеко живу от России, но я вам скажу, я Путина люблю. Я говорю, почему вы любите? А, говорит, он против Америки, им это мне нравится. Потому что Путин против Америки. Это нравится во Франции. То есть, простые французские граждане тоже против Америки? Да, простые французские граждане, в основном, против Америки, потому что это единственная страна, которая заслоняет им солнце. Знаете, вот у Саши Черного, это секретарь, мадам, пододвиньтесь немножко, подвиньте вас в грузный баркас, вы задом задвинули солнце, а солнце прекраснее вас. Это особое мнение писателя Виктора Ерофеева. И, тем не менее, официально, на официальном уровне, да, Великобритания, США, Германия, Франция в едином совместном порыве возложили ответственность за отравление Скрипаля на Россию. То есть, в международном плане, в официальном, они едины. А изнутри? — Дело в том, что просто, немножко отвечу чуть-чуть по-другому, дело в том, что вот эти все санкции, все эти болячки, которые сейчас возникают, они до какого-то времени находятся в состоянии, когда, в общем-то, они не особенно травмируют государство России. Но мне во Франции говорили, что какой-то следующий этап — это будет такая интеллектуальная изоляция России, когда они будут давать возможность развиваться экономике и всяким другим важным отраслям, просто потому что это все используется против Европы и против Америки. И вот этот момент, если он состоится, то он будет печальный для нашей великой страны, потому что тогда мы просто не сможем получать. Ну, представьте, допустим, как в порядке Брезова, значит, запретят самолеты, значит, западные продавать, да, запретят возить автомобили западные. Ну, Советский Союз же сам себя запретил, но можно ему запретить тоже, да. Запретят всякие девайсы, да, всякие компьютеры и все прочее. Ну, как-то это же можно себе представить, и там свирт запретил. Это все можно представить, и вот это же к этому мы идем, на этом мы и нарываемся. Но наши власти скажут, прекрасно, наконец-то отечественному производителю дали возможность что-то произвести. А произведет ли он это? Это еще большой вопрос. Ну, вот посмотрим. Но дело в том, что все зависит от страны. Я помню, когда я был в Южной Африке, мне там ребята, молодые писали, говорили, у нас когда были санкции, наша страна расцвела, стали, значит, производить что-то. Но если мы будем тоже как южноафриканцы, то, наверное, получится. Но тут трудно сказать, потому что все-таки все равно Южная Африка была включена в какой-то западный оборот. Что нельзя сказать сейчас про Россию? Вы представляли книгу, да, «Энциклопедия русской души». Там кого-то интересует в Европе русская душа? Или все-таки больше интересуют планы Путина? Вам без Флориду? Это взаимосвязанные вещи. Я представлял, действительно, с этой книги аж попал даже в самую популярную их телепрограмму. Есть такой телевизор сейчас БФМ. Его, собственно, и смотрят французы, когда хотят понять, какие новости. И я был в программе «И выборы» и «Книжка». Я могу сказать, что это действительно одно и то же в том смысле, что, чтобы понять, что происходит, надо понять все-таки, а русская душа – это же все-таки метафора. Это же не значит, что кто-то именно ковыряется в метафизике. А это в то, что такое характер, что такое ментальность, чем мы отличаемся от Запада. И сейчас это нужно, потому что они должны все-таки понять, а почему так нужно, а почему нужно так врать, а зачем вообще отказываться от извинений, когда что-то это сделаешь. И всякие такие вещи. А почему нужно так врать? Ну, потому что, видимо, иначе не проживешь, потому что тут же построено какое-то невероятное мозг будущее. Мозг будущее, которое называется «Давайте сотворим новый Советский Союз». Мы только не будем сразу все говорить, вот пусть ЛДПР говорит, у них там записано в партии, будут границы Советского Союза. Бред – бред. Но, может быть, есть и другие еще гораздо более высокие люди, которые это мнение разделяют. Но для того, чтобы верить, хотеть его, но при этом надо же добиваться какими-то другими ценами. Представляете, если бы, допустим, президент сказал, я хочу в Советский Союз, идите, значит, Украина, Казахстан, все собирайтесь, идите ко мне. Ну, наверное, какие-то другие. И там бы нашлись люди, которые сказали бы, да, мы хотим. Ну да, нашлись бы люди, но, тем не менее, дело не в людях, дело в нарушении каких-то международных норм, да? Ну, в Крыму нас это же не смутило. Ну, вот раз не смутило, то смутило зато других. И мы же не единственные в мире. Иногда нам кажется, что мы единственные, нас так воспитали. Нас вообще воспитали таким образом, что мы единственные. А остальные, они, в общем, подлежат какому-то осмеянию и унижению. И это постоянно везде, и на телевизоре пошли просто российские передачи. Это, в общем, добро мне кончится, и очень жалко тех людей, которые себе карму таким образом сильно портят. Возвращаясь к Франции, к книжной выставке, вы рассказывали, что президент Макрон не пришел. Это был такой тоже дипломатический демарш. Да, Макрон собирался. Даже мне звонили оттуда сверху, у французского, говорили, что вот он бы хотел, чтобы пришла такая группа писателей, и вы тоже присоединяете. Но я все равно, у меня было в Липске большое выступление, я все равно бы не встретился с ним, а вот, а он ушел вообще от ответственности разделять радость с русским стендом. Но я хочу сказать, что, по-моему, он сделал неправильно. Потому что мне кажется, что вот в глухие годы, а это вот действительно глухие годы, надо обязательно поддерживать связь культур. Надо поддерживать связь обменов студенческих, воспитательных программ и всяких таких вещей, которые не дадут нам окончательно погрязнуть самих себя. Мне думается, что это надо обязательно делать, потому что в какой-то момент возникнет, безусловно, та самая реакция России, которая будет всем нужна. Она скажет, что мы все-таки часть цивилизации, раса и в какой-то степени действительно очень близки Европе. Без этого просто мы не проживем. И глупцы те, которые думают, что проживем. И я вот, как-то тут у меня сорвало с языка, но, по-моему, самым главным союзником Кремля теперь стала человеческая глупость. Она и здесь, в России это чувствуется, и за границей. Наш слушатель Александр спрашивает, было ли что-то неожиданное для вас на прошедших выборах, или все было абсолютно предсказуемо, ничего не удивило? Ну, понимаете, я филолог, кандидат филологического. Для меня слово выборы, это тогда, когда есть выбор. Поэтому давайте не будем... В прошедшем процессе, так сказать. Да, в процессе не было ничего выборного. То есть выборов не было. Опять же вопрос от слушателя. Ждете ли вы чего-то нового от нового президента? Все-таки это последний срок, он как-то будет влиять? Вот это серьезный вопрос, наверное, самый серьезный. Дело в том, что, я думаю, что, ну, понимаете, здесь начинается какое-то ключевое время. Потому что президент так долго у власти, что уже его в президентское время сорезмеримо с человеческой жизнью. И находиться где-то, ну, в Кювете, значит, далеко от главной дороги, в лесу спрятаться. Это не дело всех миллионов людей. Значит, тут стоит вопрос, до какой степени нужно включаться вот в это подыгрывание и компромисс и все прочее. И этот вопрос очень будет актуальный в эти шесть лет. Ну, мне кажется, что все-таки вот опыт тот, который у меня был в Советском Союзе, мне кажется, надо изо всех сил стараться жить самостоятельно и включаться в компромиссы. Только тогда, когда действительно это угрожает близким и семье, и самому человеку, который об этом размышляет. Но когда режим жесткий, то эти компромиссы становятся все более частыми и все более противными. Компромиссы это касается населения? Компромиссы это касается тех людей, которые сознательно живут. То есть, те люди, которые понимают, что делается не то, но, в общем, жить-то дальше надо. И поэтому, мне кажется, что сейчас надо, безусловно, больше самостоятельности. Но, с другой стороны, я, например, полностью поддерживаю тех, которые, например, выступают за бойкот Думы, потому что, вы понимаете, наше население в каком-то смысле меняет кожу. У него новая кожа. Вот это показалось историей Думы. Дело не в этих домогательствах. Дело в том, что, вообще, Джеймс Бонд тоже был великий домогатель. И всегда с этим мирились. Но Джеймс Бонд стал немодным на Западе, потому что, ну, он с пистолетом носится и домогается вот этих красавиц с большим бюстом. Дело в том, что просто идет другая история, другая цивилизация. И вот эти люди не обязательно молодые, но те, которые на это, на эти домогательства смотрят, как на пещерный век, они меняют кожу России, они меняют кожу себе. И вот через это может начаться новая Россия. И через это начнется ощущение того, что нами правят пещерные люди, что их этика абсолютно животная, и многие из них просто животные. Ну, до этого, по-моему, очень далеко, потому что даже в журналистском сообществе нет единства ни по вопросу бойкота, ни даже по вопросу о домогательствах. Тут же Виталий Третьяков фактически высказался в защиту домогательств. В конце декабря 2016 года Ленин говорил, что революция произойдет не при его жизни. Это был декабрь 2016 года. Через 10 месяцев он стал главой России. Нет, это все. Я не говорю, что тут нужна революция, упаси бог, я говорю о том, что змея быстро меняет свою кожу, свою скидывает и надевает что-то, или обрастает чем-то другим. Вот сейчас какой-то перелом. Вот еще 10 лет назад все бы сказали, вот это классный мужик, классно вообще взял, там сопричинные места и все проще. А сейчас есть такое удивление, и дело не в том, что секс это простая игрушка. И я тоже мне к этому мысль пришел, что здоровость и секс это мечта гуманиста. Безусловно, это все очень сложно. Очень сложно. Но в частной жизни там могут быть какие-то ходы, которые могут непонятное общество ему не обязательно открывать. Ну, это же на государственном уровне, это же, так сказать, пример всему, как в ментовке ведут себя женщины, которая объявляет изнасилование и так далее, и так далее. Это чудовищное ощущение того, что мы действительно пещерные люди. Но вот это стало меняться. Да, не все, да, некоторые еще поддерживают это, но уже появляется, там я вижу, что и пивная отказывается обслуживать и так далее. Пивная отказывается, но Госдума вся в едином порыве, и в частности, Комитет по этике сказали, да ну что вы, пропесочили журналисток. А депутат Единоросска, который сказал, журналисты это слуги, им тут сказали недавно, что они четвертая власть, нет. Ну да, но дело в том, что мы въезжаем тогда в эту классическую тему, кто кому должен служить. Ну, Запад прилагает все усилия, чтобы государство служило людям. Да, это просто, это уже он делает, этот Запад уже делает с начала 20 века. А у нас люди обязаны служить государству, естественно, соответственно, и журналисты тоже. Но дело в том, что эта модель в 21 веке работать не будет, и поэтому вот эти люди окажутся пещерными. Это особое мнение писателя Виктора Ерофеева, мы вернемся в студию после небольшого перерыва. Новости у нас нет. Пещерные люди, пещерные. Пещерные. Пещерные писатели. Нет, я занимаюсь этим довольно серьезно и могу сказать, что, безусловно, сексуальность – это очень темная тема, и ее так вот не скажешь. Вот это можно, это нельзя. Но с другой стороны, если это на уровне Думы, да, парламента, правительства, то это все ясно, что если человек пользуется своим положением, да, да. Кто-то еще, какие-то еще родные люди. Они все равно, по-моему, бойкот, не бойкот, ну не будете вы там мотаться. Так это понятно, пещерные люди все равно. Но дело в том, что они же еще получают благословение с двух сторон, и церковь, и государство. В Кремле сказали, а мы вообще не вмешиваемся, вы сами разбираетесь. Это всегда тема путинская. Оцену его биографию, у него три церковных ордена. Как церковь с ним. Прекрасно. С ним? Отлично. И орден, кстати, почетного региона, тоже французы, молодцы, конечно. Знали, кому да. Раз уж мы заговорили о Слуцком и о бойкоте, то смотрите, Кремль отказывается комментировать эту ситуацию. Говорит, пусть Госдума с прессой сама разбирается. Кстати, мы упомянули, церковь вообще не комментирует весь этот скандал. А ведь депутат Слуцкий... Ну, он же церковный герой. Да, отмечен наградами. Да, тремя. Она как раз вышла из ком, чтобы перейти в пещеры. Нет, это очень тяжелый случай, потому что это архаика, которая так сложилась, что нашим людям не привили политическую культуру. Но так сложилось, потому что ни царизм, ни коммунизм не имели никакого интереса им прививать эту культуру. Люди замечательные, прекрасные, но вот с этим есть провалы. И поэтому демагогия работает во все стороны, по всем азимутам. И в результате, конечно, понятное дело, что она, эта самая церковь, эта самая дума и все прочее, она стоит и слушает, что скажет государство не потому, что она это государство любит, а потому что им выгодно это. А Кремль почему молчит? Просто не хотят с этой мутной темой связываться? Я по своему примеру помню, когда нас с Пелевиным и Сорокиным из книжных магазинов гнали в 2002 году. Кремль молчала, потом спросили Путина, а Путин сказал, тогда разбирайтесь, идущие вместе и эти писатели, пусть они между собой. А их 100 тысяч, а нас трое. Ну вот так вот. Хорошо, вот интересно, а во Франции как? Кстати, у Слуцкого же еще и Орден Почетного Легиона. Да, еще там какой-то монахский орден, да. А во Франции как с домогательствами? У нас такой стереотип, что французы известные проказники. Для них это не преступление или нет? Дело в том, что домогательство на частном уровне совсем мною делать, чем на государственном. И, в общем, наверное, домогательства могут быть с разных сторон, и это тоже часть сексуальной культуры или часть сексуальной цивилизации. Конечно, сейчас политическая корректность достаточно жестко расставила тут акценты. И то, что, наверное, было возможно 100 лет назад, сейчас невозможно. Вообще сейчас, например, тема главы семьи уже воспринимается как оскорбление. Почему глава семьи мужчин? Ну и так далее, и так далее. Но дело в том, что французы же ведь они не домогатели, они соблазнители, а не совратители. Они калантны, самокалантны. Они куртуазны, они калантны. Они люди, которые, то, что по-французски называется шармёры, это те, которые очаровывают. И поэтому сказать, что если тебя очаровывает это домогательство, да нет, это часть этой жизни. Другое дело, что когда я ваш начальник и от вас всё требую, это уже никакого тут шармёрства нет. Это просто наглость и хамство. Как вы думаете, депутаты Госдумы, они вообще заметят этот бойкот? Или им по большому счёту наплевать? Ну, какая-то обслуга отказалась приходить в Думу, а другая какая-нибудь придёт? Знаете, дело в том, что, во-первых, журналисты не обслуга, это просто такой... Это я цитирую депутата. Да, ну, это такая советская тоже архаика. Дело в том, что Дума слушает Кремль, а Крем слушает одного человека, поэтому здесь вертикаль выстроена, им всё равно. Им совершенно всё равно. Но если им в Кремле скажут покайтесь, то они встанут на колени и покаются. А потом спросят, а почему мы каялись? Что-то непонятная тема. Взяли и покаялись. Дело в том, что тут очень много связано с таким первичным интересом. Человек вот существовал в какой-то другой сфере, был спортсменом или ещё кем-то был, его выдвинули сюда. Здесь куча денег, куча возможностей. Человек охреневает, понимаете, культура политическая, она выстраивается поколениями. Французские, например, дипломаты поколениями работают в этой дипломатической... И тогда они осваивают эту профессию. Они понимают, что интересы Франции это важно, но интересы мировые ещё важнее. Вот что интересно. В принципе, идея общечеловеческая важнее, чем французская. Они это понимают и они это выражают. Но теперь давайте обратимся в эту сторону и спросим, понимает ли вся эта дума, что общечеловеческие интересы важнее российских. Но думаю, что мы не найдём там ни одного. Да и российские интересы они понимают в очень специфическом ключе. Да, но даже если мы возьмём так чисто формально, а потом спросим, российские интересы или твои интересы. Понятно, он скажет, что мои интересы. А ещё... То есть это такое сплошное жлобство. И в этом жлобстве, конечно, я думаю, что наш парламент самый жлобский в мире. А почему у нас женщины-депутаты такие? Ну вот Оксана Пушкина единственное исключение. Но масса было выступлений. Вот это недавнее, я не помню, как зовут эту женщину-депутата, которая говорила, что она была в 300 раз красивее, её не дамагивались. И была очень возмущена. Я уж не знаю, чем. То ли тем, что её не дамагивались, то ли поведение журналистов. Дамагивались, это хорошее для филолога слово. До вас дамагивались? Красивее и дамагивались. И не дамагивались. И красивее тоже. Красивее и дамагивались, да. Но я не знаю. Дело в том, что просто люди разные. Это даже хорошо, что они разные. Потому что лучше бы, конечно, чтобы они в Думе были цивилизованными и имели отношение к 21 веку. Что касается женщин, ну, господи, ну, существует... Чем женщина от мужчины отличается, если и тот, и другой пещера? Да ничем. Ну, какой-то гендерной корпоративной этики не существует? Нет, существует, очевидно. Но дело в том, что не с этими девочками, которые подверглись этим неприятным процедурам, а как раз гендер у них один и тот же пещера. Хорошо, тогда о событиях в Волоколамске. Наш слушатель спрашивает, как вы считаете, это проявление гражданской активности или это скорее похоже на зарождение бунта? Я имею в виду, когда побили главу района за выброс на мусорной свалке, теперь этого главу района сняли под давлением общественного возмущения. Это действительно выплеск просто какое-то недовольство? Или это гражданское... начало, по крайней мере, гражданской активной позиции? В Волоколамске люди показали, что все-таки есть какие-то важные идеалы, независимые от государства, это прежде всего дети. И дети важнее очков вот этого мэра, потому что все-таки они не допускают мысли, что дети будут травиться этими газами. То есть, значит, у нас на каком-то уровне есть устоявшиеся, неотмененные ценности. Это важно. Бунта я тут не вижу, потому что это просто возмущение. Возмущение это еще не бунт. Но возмущение может перейти в гражданскую позицию. И, собственно говоря, мы можем пойти путем Испании, которая где-то начиная с 60-х годов ввела такое для себя внутреннее понятие соседская демократия, когда люди объединялись по социальным признакам, а не по политическим. Вот если у нас в подъезде все писают, то давайте все-таки найдем возможность, чтобы это прекратилось. Государство вроде бы не против того, чтобы люди не писали в подъезде. Но люди объединяются, потом говорят, давайте еще асфальтом покроем улицу, еще куда-то. И, собственно, из этого выросла современная демократическая Испания. Можно России пожелать того же. Мне кажется, это какая-то очень отдаленная реальность, потому что вот наш слушатель Алан спрашивает. 60% учителей недовольны своей зарплатой. Недавно был такой опрос, исследование Российской академии народного хозяйства. Слушатель спрашивает, почему они не бастуют, как делают их коллеги в других странах? Я добавлю от себя, почему они голосуют за Путина? Ну, тут, опять-таки, есть вещи, которые не стыкуются, потому что я думаю, что они где-то внутри себя очень недовольны. И на кухнях опять начинаются эти разговоры о том, что все дорого и так далее, и так далее, и так далее. Но в Советском Союзе то же самое. Но они знают, что есть каток, я имею в виду асфальтовый каток, есть утюг, который просто все может уничтожить их жизнь, жизнь их детей, и все. Ведь страх в России никогда не проветрили. Понимаете, страх, он как стоял, как вот такой желтый туман такой, вражеский, так и стоит. И поэтому напугать человека очень легко, и сказать, не пойдешь на выборы, все потеряешь. Это ради Бога. Поэтому мне кажется, что тут многое связано со страхом, но вот рассеять страх никто не собирается, наоборот, страх будет все больше и больше совесть. То есть Волоколамский уже дошло до того, что стало не страшно. А низкая зарплата, это еще не повод. Там страшно, но дело, что все-таки вот дети, наверное, понимаете, в какой-то момент, в голод, до начала 20-х годов ели детей, жен ели детей, ели соседей. Но понимаете, все-таки мы не в таком положении, и поэтому как бы готовы все-таки защищать детей. Вот этим лучше, конечно, чем в начале 20-го. Отверения не произошло. Но это не значит, что у нас отработаны все ценности. Это значит, что у нас такие условные ценности. Мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо, наверное, тоже догадываемся. Я имею в виду на бытовом, социальном, не беру политику, там не знают. Но дело в том, что просто если мы будем руководствоваться хорошими намерениями, то мы не проживем, мы не протянем. То есть надо тогда идти во зло. И это называется выживание, в отличие от жизни. Но это компромисс называется. Ну нет, это два разных вида существования. Когда человек живет, то он может тоже идти на компромиссы, но эти компромиссы связаны с его сознательным представлением о том, что он в жизни добивается, помимо того, что он физически хочет себя сохранить. А выживание – это когда человек просто-напросто выживает. И тут уже не компромисс, а здесь уже за что хвататься. Компромисс – это уже слово цивилизованной жизни. Спрашиваю слушателей, каким будет новый срок Путина, что вы ждете, каких конкретных изменений, поворотов к худшему, к лучшему, к страшному. А может быть, наоборот. Я думаю, что Путин будет навсегда. И кто в этом сомневается, тот проиграет. Так. Вот. И я думаю, что просто по логике вещей это будет закручивание гаек определенных. Но я не думаю, что все-таки произойдет 37-й год. То есть, в общем, ситуация не скатится до этого уровня. Ну, просто будет подлое время. Будет подлое время. Так мне кажется. И все будут терпеть и ждать непонятного светлого будущего. А почему терпеть? Дело даже не в терпении. Вы понимаете, сейчас делаю многокилометровую очередь за хлебом и картошкой, и люди даже не то, что будут терпеть. Будут разговаривать в очередях, будут договариваться, что сейчас отойду покурить. Я запомнился, что я здесь стоял. Да, я тут стоял и все прочее. Эта память очень сильная память. И, в общем, общинное такое жизнеобразование, как Россия, она подразумевает тоже и страдания, и все вместе. И потом кто-то скажет, что страдания нужны, как Достоевские. Да, как же Достоевские уже за это. Церковь тут поможет нам. И, в общем, все, как полагается. Высказать из этого очень трудно России, потому что есть масса обстоятельств, почему она никогда не провела ни Ренессанса, ни Просвещение. То есть все время срывалось это. Ну и тут, наверное, что-то тоже сорвется. Это особое мнение писателя Виктора Ерофеева. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова